Меня зовут Алла Шарко. Я представляю пресс-клуб. Сегодняшний наш медиаток октябрьский. Он посвящен достоверности информации, а также источникам надежным, ненадежным. Сегодня мы попытаемся об этом поговорить. Дело в том, что эта тема оказалась достаточно актуальной для нашего медийного сообщества. Мы провели небольшой опрос в соцсетях, какая тема медиатоков вообще волнует наших подписантов. И оказалось, что тема достоверности информации одна из тех тем, которые необходимо проговаривать. Также мы проводили итоги презентации итогов результатов медиамониторинга проекта Media IQ. И во время этого обсуждения также мы нашли подтверждение того, что тема не до конца проговорена в медийном сообществе. И нам бы очень хотелось, чтобы какие-то алгоритмы работы с информацией правила, они появлялись и были приняты всеми, кто сегодня на медийном рынке нашей страны находится. Итак, мы будем начинать. И я бы хотела, чтобы мы начали с разбора вот недавнего, на самом деле, кейс, когда, вы знаете, мэр Слонима подал в суд на некоторые белорусские издания за то, что они, в общем, разместили информацию, которая, по его мнению, порочит его. В общем, дело в том, что эта информация была взята из телеграм-канала «Нехта». Сегодня у нас, кстати, есть видеокомментарий от Степана. Вот. Мы его посмотрим немножко позже. Ну, а для начала хотелось бы все-таки предоставить слово Светлане и услышать версию того, как это происходило на самом деле и каковы были алгоритмы работы вообще с информацией. Добрый вечер. Я бы, конечно, хотела, чтобы другой был повод для приглашения меня на медиаток. Но, тем не менее, какой есть, такой есть. Действительно, мэр Слонима подал в суд на четыре адресата, в том числе сайт «Белорусский партизан», которые якобы его оскорбили, унизили и так далее. Один сайт, одному сайту, это сайт 21бай, удалось договориться мирно. То есть они принесли извинения, сняли публикацию и иск отозван. Ну, к нам, к вечернему Бобруйску, иски не отозваны по каким-то нам неизвестным причинам, хотя информация, в общем-то, у всех была одна и та же. И это была даже не информация блогера Некста. Это была информация о том, что он разместил новость про мэра Слонима, который якобы пьяный попался за рулем. Но в райисполкоме эту новость не подтверждают и говорят, что мы вообще не будем комментировать всякие слухи и сплетни. Но дальше, после коротких двух абзацев, был скан поста, собственно, из телеграм-канала Нексты. И вот это будет какое-то прецедентное рассмотрение, потому что скан – это как бы иллюстрация в подтверждение того, что действительно журналисты не придумали, а такая информация размещена в интернете. Несут ли журналисты ответственность за этот скан, за то, что там часть поста видна, даже не весь пост, а только там несколько предложений из поста видны. Вот, собственно, в этом, видимо, и будет разбираться суд. Это такое прецедентное на самом деле будет судебное дело, потому что мы всегда считали, что иллюстрация – это всегда как бы доказательство справедливости того, что пишет журналист или издание. Но в данном случае именно иллюстрация является и поводом для предъявления претензий. Ну, помимо этого, конечно, как вы знаете, прецедентные и суммы, выставленные в возмещении морального ущерба в Беларуси, такого не было еще, чтобы каждому из четырех изданий, насколько я понимаю, каждому, первоначально было выставлено по 25 тысяч долларов. То есть это мэр Слонима, если бы все пошло так, как он задумал, грозил бы стать самым дорогим чиновником, с самой дорогой, с честью и достоинством, дороже всех-всех-всех, кто когда-нибудь судился или пытался судиться со СМИ. Я даже уже не говорю о том, что дороже людей, которые умерли, погибли из-за чьей-то там оплошности, врачебные ошибки и так далее, и так далее, потому что такие компенсации за смерть людей, за увечья, за инвалидность в Беларуси никогда не присуждались и не выносились. Но, с другой стороны, каждый человек может как-то, глядя в небо по нашему законодательству, сформулировать свои финансовые претензии со СМИ, будут они приняты судом или не будут они приняты судом, это уже совершенно другое дело. Но если мы говорим про источники информации, то, на мой взгляд, конечно же, для журналиста все является источником информации. И посты в интернете, и какие-то разговоры, которые человек услышал, и сообщения пресс-служб, и даже, ну не знаю, какие-то намеки на то, что будет происходить. Например, никакого объявления нет, но по городу начинают играть «Лебединое озеро». В Советском Союзе все понимали, что если по телевизору «Лебединое озеро», то значит, кто-то умер. Но пока не знают, как об этом сообщить. Поэтому для журналиста все источник информации. Другое дело, как с этими источниками работать дальше. Кому доверять, кому не доверять, верить ли своим глазам, или даже своим глазам доверять нельзя. В моей журналистской практике есть случаи, когда журналист не должен был доверять даже своим глазам. У нас был иск, когда журналист был, сам видел, сам, вот как бы был свидетелем, не по чьему-то рассказу писал, и в результате нам предъявили иск, и абсолютно справедливо предъявили иск. Это было мероприятие такого светского, я бы даже сказала, характера. Это был где-то, наверное, 95-й год. Еще тогда команда Лукашенко в лицо всем была незнакома. И наш журналист присутствовал на этом мероприятии. Ну и когда там уже началась пьянка, гулянка и веселье, она сама лично видела, как человек в таком раже веселья упал в фонтан. И она, естественно, что делает журналист? Она подбегает к столику, где сидел этот человек, и смотрит на табличку, что там написано, кто это вообще был. Видит фамилию, имя, начинают у всех расспрашивать, а кто такой Сергей Тетерин. На тот момент это было неизвестное имя и фамилия. Ну, по крайней мере, не так уже широко известное. И ей рассказывают, что это тренер Лукашенко по теннису, и вообще очень такой приближенный человек. Все. Она приходит в редакцию, пишет репортаж с фотографиями, с указанием, шикарный репортаж. Оказалось, что Тетерина на этом мероприятии не было. И на его месте сидел совершенно другой человек. И он действительно упал в фонтан, но это был не Тетерин. И мы, да, естественно, проиграли тот иск. Он, конечно, был не 25 тысяч долларов. Мы принесли извинения. Ну, там какая-то небольшая сумма была. И тема ограничилась. Но я просто вот вам эту ситуацию описываю как ситуацию, когда журналист может сам быть свидетелем и видеть. И все равно для СМИ окажется, что журналист оказался ненадежным источником информации. Если исходить из того, после публикации какой информации у издания не будет проблем, то вы, конечно, это все знаете. Даже если информация лживая, неправдивая, несоответствующая действительности, но ее распространили при службе официальной органы, то проблем у издания не будет. Как правило. Хотя, если говорить об уголовных делах, то есть прецеденты, были прецеденты, когда сообщения пресс-служб становились поводом для иска задержанных или арестованных, которых потом выпускали, они выходили. Первоначальная информация о том, в чем подозревали человека, за что его арестовывали, не подтвердилась. И люди пытались подавать иски на СМИ, и, честно говоря, они бы даже могли эти иски и выиграть, по большому счету, если бы дело дошло уже совсем до серьезных таких разбирательств. Но обычно на стадии, когда журналисты говорили, что извините, это не мы придумали, это вот нам пришло такое сообщение, мы его не проверяли, и, в общем, по закону о СМИ мы не несем ответственности за сообщением пресс-службы, то люди и останавливались, а дальше уже судиться со СМИ. Ну, не решались, не хотели, понимали, что это бессмысленно. Но, по большому счету, если вот так действительно разбираться, нанесен ли был ущерб информации ложной, о том, что у человека нашли, не знаю, склады оружия, патроны, наркотики, он коррупционер и виноват почти во всех грехах, описанных в Библии, а потом это все не подтвердилось, то, наверное, да, наверное, человек понес какой-то моральный ущерб из-за такой информации, но судебного продолжения такие прецеденты не имели. Многие СМИ сегодня, ну, очень просто подходят, зная ситуацию в Беларуси, очень просто подходят к сообщениям пресс-служб. Вот они пишут, сообщает официальное государственное информационное агентство. И тогда понятно, что если информация о органах власти, о государственных структурах, то, соответственно, сообщение государственного агентства, ну, такое, можно сказать, одиозное, да? А если же там государственное агентство или белорусское телевидение будет рассказывать об оппозиции, то тоже, соответственно, это сообщение может быть не вполне соответствовать действительности. Но журналисты это понимают, как правило, но читатели это понимают далеко не всегда. И поэтому мы здесь оказываемся в такой достаточно сложной ситуации, потому что каждый раз объяснять, кому верить, кому не верить, кто в данном случае надежный источник информации, кто ненадежный, особенно в коротком материале, это достаточно сложно. И здесь многое, естественно, зависит не от закона, не от каких-то официальных правил принятых, и даже не от каких-то этических норм журналистских, на мой взгляд, а зависит даже от подготовленности аудитории. Например, могу привести такой пример по нашему сайту. Даже журналисты, редакторы белорусского партизана очень часто путают надежные и ненадежные источники информации в Украино-российском конфликте. И это у нас постоянно идет такой спор, можно ли российскую информацию об Украине публиковать без какого-то дополнительного комментария. Ну, ясно, когда речь идет о откровенно одиозных каких-то там или телеканалах, или пропагандистах, или интернет-каналах, типа «Русская весна» какая-нибудь. Но даже вполне себе демократичные издания российские, являются ли они надежным источником информации об Украине? Мы постоянно об этом спорим. Однозначного ответа у нас на этот вопрос нет. Я так понимаю, что наши редакторы уже просто не разбирая, не вдаваясь в подробности, решили так, российское про Украину не ставить, а украинское про Россию по возможности не ставить. Просто на всякий случай. Но если вот так вот совсем анализировать, то я не уверена, что по каждой ситуации у редакторов могут быть аргументы. Ну и, честно говоря, у них может даже и не быть времени сильно во всем этом разбираться. И просто на всякий случай. Решение, которое мы для себя приняли, что касается социальных сетей, телеграм-каналов и так далее. Ведь действительно очень часто, даже если мы будем брать того же блогера Нехта, информация подтверждается. И информация действительно правдивая. Или, по крайней мере, информация достойная того, чтобы дальше ею заниматься. то есть не публиковать, на мой взгляд, это не решение. А если публиковать, то как? Вот в данном случае мы даже попали собственно на том, что мы даже пытались взять какой-то официальный комментарий и даже его взяли, потому что отсутствие информации, отказ комментировать, это тоже информация. Для белорусского закона решение, наверное, это, я не знаю, знаки вопроса. То есть утверждение в заголовке о том, что, ну вот как сегодня, вот я не знаю, справили или нет, я как раз вот это писала, пока сидела там. В Мозере гуманитарную помощь из Германии делили между родственниками. Вот идет такой назывной заголовок, там дальше идут документы, опять же блогер Нехта их опубликовал, но у нас идет назывной заголовок. И, конечно, это может стать поводом для судебного иска, потому что это однозначное утверждение. Президенты такие тоже были, когда даже несмотря на то, что написано дальше в тексте, естественно, говорит, что вот много людей читают только заголовки. Вот они прочитали заголовок, и у них осталось сознание, что да, мы в Мозере там между собой делили гуманитарную помощь. Или там, что мэр Слонима был пьяный за рулем. А дальше текст и, собственно, и не читали. Но вы же понимаете, что это решение такое, ну, удобное для журналистов. Потому что, да, мы оставляем, конечно, знак вопроса, свидетелями всего мы быть не можем. Никогда не можем. Законодательство, на мой взгляд, в этом смысле белорусское, оно далеко от реальности. Ни одно СМИ, даже имея сотни, сотни служб справки, журналистов, не в состоянии проверить все, что оно опубликует. Потому что теоретически, ну, не теоретически, а практически, по нашему законодательству, кто бы не опубликовал информацию, какое бы СМИ не опубликовало, ты несешь за нее ответственность. У газеты «Народная воля» я помню, был иск от Гайдукевича, где была цитата из доклада специальной комиссии ООН о том, что Либерально-демократическая партия Беларуси сотрудничает с Ираком, ну и помогает там обходить эти, помните, тогда был такой период санкций нефть в обмен на продовольствие, а иракцы, как заключила комиссия ООН, в обход этих санкций торговали нефтью. То есть, увеличивали эти квоты, и вот «Народная воля» опубликовала цитату из доклада специальной комиссии ООН. Гайдукевич подал в суд, и Белорусский суд требовал от «Народной воли» доказать вот эту информацию. Ну и доказать ее, конечно, газете «Народная воля», которая расследование не проводила, было очень сложно. И, вернее, невозможно, и тогда и суд присудил большой штраф, и газета выплачивала этот штраф Олегу Гайдукевичу, хотя это была цитата из официального документа, перевод которого и оригинал которого был суду представлен. Но, тем не менее, вот у нас такой закон. Поэтому здесь ситуация у нас очень сложная. Работать в идеальных условиях нельзя, ну, невозможно. Истину не знает никто, кроме Бога, может быть. Все имеют право на ошибку в этой стране, и врачи, и судьи, и следователи. Только журналисты могут за ошибку быть строго наказаны и даже без права ее исправить. А как у вас вообще в редакции? Ну, есть ли какие-то, не знаю, правила внутренние? Вот вы видите какую-то удивительную, яркую информацию. Что вы с ней дальше делаете? То есть, ну, какой-то алгоритм действия, он есть принятый? Ну, совершенно по-разному, потому что в зависимости от того, кто является источником информации. Есть СМИ, например, мировые СМИ, российские, некоторые СМИ, которым мы полностью доверяем. Белорусские СМИ некоторые. И тогда мы, в общем, можем просто... А из белорусских это кто, например? Ну, некоторые. И так, да. Ну, это каждый раз ситуация разная в зависимости от того, ну, чего касается эта информация, собственно, о чем она. Это будет там прямая цитата, это будет цитата просто какая-то с комментарием или без комментариев. Это по-разному. Но вот те, кому мы доверяем, мы просто вот на веру можем эту информацию использовать без всякой проверки. Если эта информация от людей и она, ну, явно какая-то такая скандальная или с судебными перспективами, мы ее стараемся проверить. Не всегда получается проверить по трем источникам, но хотя бы по одному еще какому-то источнику. Как выход, если вот вообще невозможно ничего сделать, то мне кажется, мы так делаем и мне кажется, что это честно, по крайней мере, оно не защитит от там претензий, но это честно. Указать, что эта информация не проверенная или это все-таки еще не подтверждено, что все-таки надо с осторожностью доверять этому источнику и так далее. То есть мы даем какую-то свою оценку источнику информации, чтобы вот я знаю некоторые СМИ не в Беларуси, а насколько я знаю не в Беларуси, а вот в России, в Украине уже используют даже такие обозначения надежные источники, насколько надежный источник информации. Вот мы серьезно думаем над этим тоже, возможно эту практику надо внедрять. Спасибо. Я бы хотела передать микрофон Дмитрию. Дело в том, что вот как раз мне кажется Белапан это то медиа, которое соблюдает очень хорошо стандарт достоверности. Понятно, что это информационное агентство. Безусловно, надо иметь в виду, что СМИ разные. Это и агентство, это интернет-газеты, это и телевидение и так далее, и так далее. невозможно одним стандартом, одним мерилом подходить ко всем в данном случае абсолютно разным СМИ. Что касается Белапан, то вот это как раз тот случай, когда этому агентству можно полностью доверять и не проверять за ним информацию. То есть система выстроена таким образом, что та заметка, которая выходит в печать, в эфир, она абсолютно достоверна. Мы живем в рамках закона о СМИ, который есть у нас. И каждый раз, когда я его читаю, убеждаюсь, что чиновники, условно депутаты, писали, принимали его исключительно для самих себя, не для нас, профессионалов медиасферы, а для себя. и, например, вот взять такую страну, как Соединенные Штаты Америки, есть такая страна на карте мира, там журналист написал, и если есть суд, то истец, который считает себя обиженным, обязан доказать то, что журналист написал неправду, а не так, как у нас, что народная воля должна была подтверждать доклад ООН, не пойми, каким образом, и на самом деле из таких вот якобы, казалось бы, мелочей складывается полная картина условий, в которых ни госам, ни государственным журналистам в Беларуси приходится работать. И, например, Белопан сталкивается наши журналисты, наши сотрудники каждый день, каждый час с тем, что попробуй эту информацию, которая абсолютно, казалось бы, должна по всем законам распространяться в равной степени и Белта, и всем другим, предоставляться, ничего похожего. Поэтому ключевой момент, который выработался за эти годы, никто вам ничего не должен, и основная задача журналиста в плане источника информации, это личный контакт, установление вот этих связей, где-то неформальных, где-то дипломатических, где-то не очень, но чтобы тебе доверял источник твой, и чтобы он был заинтересован в этой публикации. А какие у вас алгоритмы работы, если вы получаете какую-то информацию, какие-то у вас есть внутриредакционные правила, которым вы следуете, для того, чтобы информация была достоверной? Разумеется, информация... Ну, в частности, например, информация из соцсетей. Информация из соцсетей это всего лишь повод обратить внимание на какую-то тему. В обязательном порядке нужно дозвониться до человека, который разместил информацию, дозвониться до человека, о котором идет речь в этой информации и так далее. То есть, по сути, весь круг подтверждения добычи информации проходится целиком. Единственное, что в данном случае самый первый импульс пришел не изнутри, а снаружи. Вот я еще хотела как раз у Дмитрия спросить, если вы не знали, то у Дмитрия опыт работы и на телевидении достаточно большой, был корреспондентом ОРТ. И какая разница вообще в работе с информацией, если что-то основывается на картинке, не на картинке? То есть, работая в Белопане, были ли какие-то такие открытия? Ну, смотрите, опять же, я говорю, что это абсолютно разные, можно сказать, модели работы, разные профессии, если так говорить. Информагентство это самое передовое информационное, самый форпост. Телевидение, оно в любом случае вторично. То есть, например, все телеканалы подписаны на информагентство. Крупнейшие, региональные, своей страны сидит редактор, листает ленту. О, что-то произошло. Ну, поехали туда. Но в плане подтверждения информации, вот я как раз перед тем, как сюда идти, размышлял. Конечно, телевидению гораздо легче в том смысле, что ты приехал, ты отснял картинку, ты отснял какое-то событие, там, происшествие, еще что-то, записал синхрон, и вот у тебя человек, тебе рассказывает, что произошло, все, ты со всех сторон красивый такой, прикрытый, и... Но мы же видим и видео из компьютерных игр, например, да, как военные действия иллюстрированные. Ну да, я говорю именно про свою работу, свой собственный опыт. Конечно, сейчас, вот вспомнить ту же историю про мальчика донецкого и так далее, и так далее. Безусловно, фейков много, но мы говорим, если о некой репортажной съемке и говорим о честной работе, вот я именно это имел в виду, что ты приезжаешь, ты видишь, ты смотришь, ты снимаешь, ты записываешь, монтируешь, выдаешь. То есть тебе не нужно скакать и бегать по телефонам, по министерствам, подтверждать информацию какую-то, в данном случае ты на месте, в поле, все видишь, и вот. Ну да, что сказал, то сказал. Федор, а как у вас происходит работа, да, вот именно с информацией, потому что материалы достаточно острые? Ну, у меня несколько ремарок будет по поводу того, что говорили мои коллеги. Во-первых, так получилось, что я чуть ли не второй раз участвую в такой дискуссии в медиатоке, и каждый раз это какая-то очень проблемная ситуация. Первый раз там был с Тутбаем и дело Белта, да, теперь вот такая неприятность с белорусским партизаном Светланой Калинкиной. Довольно сложно комментировать, когда твои коллеги находятся под ударом, да, поэтому тут немножко сложно быть объективным, что ли. Я, конечно, на стороне журналистов, даже если невозможно, совершили какие-то ошибки. Ну, я напомню, что медиаток у нас в общем-то не про ситуацию, а мы, отталкиваясь от какого-то из примеров, просто хотим проговорить. Хороший пример, в котором, знаете, как отразилось все, что есть на белорусском рынке медийном. И, естественно, еще одна ремарка. На мой взгляд, роль СМИ, роль медиа настолько велика для общества, что журналисты имеют право ошибаться, потому что та ценность, которую они дают обществу, потому что следят за тем, что происходит, и оперативно информируют, она намного выше тех ошибок, которые могут быть. поэтому тут изначально нужно исходить с того, что журналист может ошибаться, все мы каждый день ошибаемся, и, естественно, не должно быть какое-то жестокое наказание, которое просто поставит на грань закрытия то или иное СМИ. Никакая судьба даже уважаемого очень мэра Слонима не стоит того, чтобы сайт «Белорусский партизан» был закрыт. Это мое мнение. А по поводу того, как работать, на мой взгляд, очень сложно соблюдать журналистские стандарты, но это такие стандарты, знаете, как инструкция по технике безопасности, они кровью написаны, поэтому можно, конечно, говорить, что есть различные подходы, можно по-разному на это смотреть, можно от них иногда отказываться, но на мой взгляд, это очень важно, и не зря их столетиями придумывали для того, чтобы защитить и работу журналистов, и тот продукт, который он выдает. И еще хотел бы сказать, что это дорого, поддерживать журналистские стандарты. Это очень дорого, и, допустим, такая редакция, как наша, небольшая очень, она не может себе позволить полностью соответствовать всем этим стандартам и полностью накрывать все информационные поводы. И, честно говоря, мы очень часто просто отказываемся от какого-то инфоповода и не публикуем его у себя, потому что мы не можем ни проверить это, ни подтвердить, ни быть уверенным в том, что мы читателю даем правдивую информацию. Вот это такой главный принцип. Возможно, я не прав, но сайтов... То есть у вас принцип лучше и меньше, но... какие-то алгоритмы, может быть, внутренние еще? Ой, ну тут можно целую как-то тогда теорию журналистики рассказывать. Я не готов сейчас это все рассказывать, там, про два-три источника, про... Есть еще такое, как это... Я бы назвал чутье это, либо, когда люди долго находятся на рынке, они примерно представляют, что от кого можно ожидать. Да, то есть ты примерно можешь предположить, откуда может прилететь фейк, где человек немножко не... Ты имеешь в виду, например, какой-то аккаунт в соцсетях, которому ты доверяешь, например? В том числе, да. Словно говоря, если это опубликовано на сайте президент Гоубай, то, скорее всего, тебе за это не прилетит, потому что, ну, как бы... Ну, то есть это не о достоверности, а о последствиях. Это уже, да, о последствиях. Но про достоверность, нет, тут с этой информацией тоже нужно работать и находить, условно говоря, если это, на твой взгляд, неправда, то как раз задача журналиста показать, что это неправда и дать дополнительную информацию. Но в целом, конечно, должно быть какое-то чутье и знание рынка. И это во многом спасает от лишней работы и от каких-то проколов. По поводу этого кейса, я просто одну еще дарил марочку. Я просто сталкивался с такими ситуациями и раньше, и мне кажется, что это очень похоже на провокацию. Со стороны кого? А вот это уже вопрос, наверное, не ко мне, со стороны кого, но есть одна такая версия, я сейчас просто проговорю конспирологическую, не как журналист, а как такой любитель конспирологии, что телеграм-канал «Нехто» слишком популярен, слишком много получает закрытой информации из разных ведомств, и его таким образом решили подставить. Заодно подставить журналистов, которые где-то уже в принципе привыкли к тому, что там очень много инсайдов и правдивой информации. И это такой хороший способ всех, что ли, остудить и немножко притушить мультипликационный эффект этого канала. Почему нет, как версия. Эта версия заставляет подумать, задуматься, как мы работаем с источниками информации. Спасибо. Я передам слово Алексею Шунтову. Вот как раз мы немножечко затронули тему того, каким аккаунтам верить в соцсетях. В первую очередь, мне кажется, что медиа несет ответственность перед читателями. И как раз-таки принципы журналистики, какие-то алгоритмы верификации информации, два источника у кого-то, у кого-то три источника, они в первую очередь нужны для того, чтобы читатель до читателя доходила достоверная информация. По поводу соцсетей, да, мы общались не так давно с украинскими коллегами. Они нам рассказали две истории про информацию, которую подфактовали украинские медиа после публикации. В первый раз это был, оба раза, это был Твиттер, и это было после освобождения Надежды Савченко. Ее освободили, по-моему, 15 или 14 декабря, и буквально в тот же день у нее появился Твиттер-аккаунт. И в этом Твиттер-аккаунте она написала, что будет продолжать убивать или мочить русских или что-то такое. Эту информацию подхватили медиа, потом выяснилось, если я не ошибаюсь, на следующий день или вечером в следующий день, что аккаунт фейковый. Более того, то есть, журналисты не попадались дозвониться до Савченко либо до, ну, в общем, более или менее приближенных к ней, значит, я не знаю, до МИДа, может быть, до Сестрия и так далее. Они проверили информацию и ее использовали. Забавно еще и то, что через какое-то время Твиттер подтвердил подлинность фейкового аккаунта Савченко. Но это уже немножко отдельная история. Это к вопросу о том, верить либо не верить информации из соцсетей. Как бы мы хотели бы услышать мнение вообще. Если есть такие ситуации, как правильно, Федор, еще раз, сегодня будем только тебя цитировать, написанные кровью, фейлами, ошибками, если есть такие кейсы ошибок белорусских медиа, когда недавний, опять же, вброс от коммерсанта информации. То есть наши медиа спокойненько берут и все у себя размещают. То есть кому верить, чему вообще верить и верить ли, может быть, там, не знаю, наступает какое-то время, когда стоит медийному сообществу принять какие-то, не знаю, общие для всех правила, и это будет проще для всех и будет меньше той же крови, да? Да, я полностью согласен. Как в случае с коммерсантом, это был чистый слив информации. Так и в случае с моей субъективной точки зрения, с телеграм-канала Некта, это журналистика слива. И, как сказал Федор, да, я тоже не буду строить конспирологии, но... То есть разница между в данном случае телеграм-каналом и традиционной медиа в том, что традиционная медиа, учитывая интересы своих читателей, но тем не менее строит повестку дня, они сами строят повестку дня, значит, там ориентируясь на какие-то крупные общественно-политические события, ну, в случае общественно-политических медиа. Разница между этим и телеграм-каналом в том, что если телеграм-канал использует сливы, то он не выстраивает повестку дня для читателя, а повестку дня читателя кто-то выстраивает за... неважно, блогер это, там, ведет он телеграм-канал, либо твиттер, либо что-то другое. То есть журналистика сливов, опасность в ней всегда в том, что то, что тебе сливают, это кому-то надо по определенным причинам. И ты не всегда знаешь, кому и зачем. У нас был в прошлом сезоне Алексей Ковалев, начальник отдела расследования «Медуза», который говорил, что сейчас, в 2019 году, намного интереснее иногда расследовать, кто слил информацию, чем что слил. Я предлагаю сейчас, в общем-то, обратиться к тому видеокомментарию блогера Степана Путила, но перед этим я предлагаю посмотреть фрагмент сюжета, о котором будет идти речь в его видеокомментарии, но просто для того, чтобы вы понимали, о чем речь. Был такой сюжет на Белсад, где Степан работает в качестве журналиста. Этот сюжет посвящен теме «Милиция, стверждая, что не сбивала Дениса Лукьянова своей киневерой ротяной реанимации». И в этом сюжете Степан использовал такой прием, как ссылку на собственный телеграм-канал. Я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент этого сюжета, просто для того, чтобы для тех, кто не видел, чтобы было понятно, что комментирует Степан. Як в отверджене своих словов, Музда лучше увидая записной, яким показаны Денис Лукьянов в Тверезнику и на наступный день после его. Вот только до официйной версии пытанил не меньше, чем до слова у свояков. Гэдак стверждается, что мужчина был в стане мощного алкогольного опьянения. Хоть на вида, и он пересовывается самостоянно, не хистаючися. На вот что тогда было доставлять его в Тверезник. А вот невеликую кульгавость на здымках что хромота присутствовала. Муздже стверждает, что мужчина не звертался со скаргами у правооховные органы, а так само, что первые омаповцы з'явились на фестивале только о полове на восьмую вечера. Але телеграм-канал «Нехта» сегодня опубликовал фотоскарги на день милиции да из дымки первых супрацовников омапу, які были на месте уже около 16-й. Не правда и то, что у пресс-службу по комментаррам никто не звертался, пишут уже журналисты «Еурорадео». Мы остановимся на том моменте, где Степан ссылается на свой телеграм-канал. Я предлагаю сейчас перейти в общем так собственно к комментарию, который Степан записал специально для нашего медиатока. Давайте послушаем, что он нам хотел сказать. Коли казаць конкретно про мой досвид супрации с крыницами информации, то я надаволе одрознявец от той ситуации, яку мы назираем у белорусских незалежных медиа ті блогосферой, тому, что по-перше я постоянно знаходжуся па замежами Беларуси и присти до мене з вопшукам ті катаваць, кабы я выдав свае крынице информаций ўжо не отрымаецца. По-другое, я працую непосредна з людьми, які досылають мне информацию, тубок я не шукаю чтости у социальных сетках ті на сторонках. Кали чаловек дослав мне информацию, то значыць ён гатовый распавецці некія падрабязнасті. Аткуль ён гэта взял, чаму гэта информация важна, гэтак далей. Як спрауджуваць докладнаць, імавернаць гэта информации, тут ўжо сітуація крыху іншая, тому, што некаторые людзі досылаюць просто информацию без неякага писання і атрымаць ад їх больш докладны звездкі не атрымлівайцца. Такім чынам даводіцца або спрауджуваць информацию на тых же соціальных сетках, писаць непасредна да людзей, падключаць соціальну інженерю і гэтак далей, гэта ўсё, нажаль, займае час, таму шмат навінаў просто не даходзіць да сваёй публикацій, вось мінавіта прас гэтая тяжкасті са спрауджуванем вірагодністі інформаціі. І трэці і трэці момант гэта праца з ўжо базай крыніццаў, якая назапашвалася вось гэты амальгот зараз, як я веду свой канал. Тобок, калі штосі трэба спраудзіць па медычнай часцца, я пішу людзям з худкай дапамогі з шпіталёв і гэтак далей. Калі трэба штосі па міліціі, ў мене ёсць ўжо база надзейных і дасвечэных людзей, які або спраудзжуць гэту інформацію, або кажуць фэйк гэта ціне. І такім чынам кожна інформація атрымлівацца спраудзжаная на 100%. Выпадок, калі я ў якасці журналіста Біл Сатус паслаўся на уласныш Телеграм-канал, і он безумовно был, і падаецца наваць не адной, чы звязанна гэта було перадусім з тым, што ў іншых меда інформація на гэты конд больш падрэбязной не было. Довялось ў спасылацца на сябе, але я адрозніваю сябе, як журналіста Біл Сатус і як праватна асоба, яка я вядзе Телеграм-канал. Дзякую за увагу. Паслушал я Степана, замечательный парень, очень талантливый. Мы только говорим о журналистике либо о знании современных технологий, потому что тут какой-то у нас просто получается такой микс. Я предлагаю всё-таки сфокусироваться на журналистских стандартах. про, как он клёво умеет пользоваться Телеграмом, но даже из этого короткого его рассказа понятно, что он, на мысль, достаточно далёк от журналистики. Это можно делать популярный Телеграм-канал, но это нельзя называть журналистикой. В конце он говорит, что он себя идентифицирует в двух ипостасях всё-таки. Ну, хорошо, да. Ну, значит, я сужу исключительно потому, что он сказал. Мне кажется, что это не журналистика. Если, понятно, что Телеграм-каналы, какие-то аккаунты в соцсетях, это не СМИ. Но если какой-то пост получил широкое распространение, прочтение, на него есть реакция, он обсуждается, то для журналистов это не повод игнорировать эту информацию, что она неофициальная. Это как раз-таки повод ею заняться. И да, вот как человек, который ведёт Телеграм-канал, Фёдор может не обращаться там за каким-то официальным подтверждением. он может написать там, ой, Степан, извини, Фёдор, да, он может написать там по своим знакомым врачам скорой помощи, и они расскажут, там, случилось, не случилось, ну, условно говоря, сегодняшняя авария в Мозере, и какие там её последствия. Дальше это дискуссионный вопрос, как традиционным медиа использовать эту информацию. Медиа есть разные. Есть информационное агентство, где нет никаких там комментариев, где в чистом виде сухая информация, и журналист там не имеет права даже на какие-то личные оценки, а есть издания, которые без личных оценок, комментариев и эмоций, они просто прекратят своё существование, потому что люди их для этого и выписывают. Поэтому в этом смысле алгоритмы, конечно, могут быть разные, но вот если ответ на вопрос, как журналисту относиться к информации, которая стала широко гулять по соцсетям, или, условно говоря, слух какой-то по городу, что маньяк вот там то в Гродно, то в Бресте, конечно, подогревать эти слухи не надо, но проверять их надо. Из истории нашей белорусской журналистики я могу привести два примера, и мы можем спорить, правильно или неправильно поступили журналисты, но это два примера, когда журналисты пошли вопреки всяким стандартам. Первый раз, когда медиа опубликовали информацию об исчезнувших политиках, об расстрельном пистолетия, о том, кто арестовывался и кто подозревался, никаких абсолютно доказательств этого, и даже до сегодняшнего дня вот стопроцентных доказательств у одного СМИ нет. Но, понимая, что эта тема очень общественно значимая, сознательно СМИ шли на нарушение закона и делали это коллективно, как бы подстраховывая, что все медиа одновременно не закроют. И поэтому тема стала звучать, и поэтому действительно, если бы это опубликовала какая-то одна газета, условная «Народная воля» или «Наша Нива», то ее могли бы и прихлопнуть. Но, когда это сделали коллективно все, то последствий, как вы знаете, не было. И вторая ситуация, когда все, не только медиа, но медиа точно уже все знали, что у Александра Лукашенко родился третий сын. И дружно молчали сколько лет? Четыре года. Потому что никто не стоял со свечкой. Хотя врачи, вот та же «Народная воля» напротив лечкомиссии, ну, тогдашней, сейчас лечкомиссия в Ждановиче переехала. И врачи, которые приходили, покупали газету прямо в редакции и рассказывали, как это было, и что это было, и когда рожали, и как родился, ну, в общем, все-все-все, знали все, все знали. Но даже, когда Лукашенко шел на выборы и написал, что у него два ребенка, хотя уже все знали, что родился третий сын, ни одно медиа про это третьего сына не написало. потому что официальной информации, официального подтверждения не было. Поступили как бы правильно, но действительно ли правильно, действительно ли СМИ в данном случае выполнили свою миссию. Это повод задуматься, потому что о третьем сыне мы с вами стали писать только когда уже сам Александр Григорьевич признался в его существовании, но знали все. И поэтому вот это два повода просто вам для обдумывания. Спасибо. Что касается вот этой истории, когда Степан ссылается на свой собственный канал, вещая на другом телеканале, это вообще новое явление буквально последнего времени, когда человек, выступая в газете или на телевидении, ссылается на свой собственный телеграм-канал. Как источник информации, на который он обязан, опираться. На мой взгляд, ничего страшного в этом нет. Это абсолютно нормально. Единственный вопрос, чтобы работодатель в данном случае БелСАД был не против. Потому что для меня, зрителей, не знающих всех подробностей, ну там next-то, не next-то, на что он сослался бы на телеграм-канал, допустим, пресс-секретаря МВД, как там написано. Мне не важно. Важно, что человек последовательно передает цепочку информации, цепочку событий, как это все было. Ну а в данном случае он выступает, как комментатор БелСАДА и ссылается на телеграм-канал. Это совершенно, опять же, правильно Федор сказал, что новые явления, журналистика, не журналистика, можно по-разному это воспринимать, но если сосредоточиться именно на вопросе, а что это было, ну вот было и было. Мое мнение такое. Я, наверное, все-таки немножко не соглашусь с Дмитрием. Действительно, читатель не понимает, кто такой, возможно, что такое телеграм-канал «Нехто». Он может смотреть БелСАД, он может даже не знать Степана. Но мне кажется, что в этом ролике Степан себе противоречит. Сначала он говорит, что он всегда пытается подтвердить информацию, верифицировать ее, а в этом случае говорит, что он сослался на свой телеграм-канал, потому что у других медиа такой информации не было. Мне кажется, что это тревожный звоночек. В России уже энное количество лет есть проблема легализации информации через телеграм-каналы. И некоторые медиа даже создают на ними телеграм-каналы и потом ссылаются в традиционных медиа на эти телеграм-каналы. То есть у них есть источник информации, который они сами и создали. Да, именно. Спасибо. И мне кажется, тревожный звоночек, потому что за счет этого медиа либо корреспондент, репортер, неважно, он таким образом легализует ту информацию, которую получает аудитория. Насколько, по-вашему, медийному сообществу все-таки необходимо начинать как-то вырабатывать вот эти правила для того, чтобы у нас не было каких-то таких больших фейлов, чтобы медиа не страдали от этого, чтобы аудитория не страдала от этого. И если они нужны, то какие, как их сделать, мы как пресс-клуб можем в принципе служить площадкой для того, чтобы выработать какие-то общие правила. Есть ли такая потребность, как вы думаете? Ну, я думаю, что ничего не спасет белорусскую журналистику, потому что настолько все безденежно и так все плохо, что всегда будут люди, которые пришли... Есть стандарт достоверности, а есть безденежье. Давайте не будем путать. Когда нет денег, в профессию приходят люди, у которых очень низкие начальные знания обо всем. И поэтому иногда я сталкиваюсь с этим постоянно, особенно молодые журналисты, да и вполне себе зрелые, иногда просто не отличают, не видят разницы между, как вы говорите, этими неточностями. Редакций много, у нас появилось много интернет, так называемых СМИ, которые вообще в принципе сами ничего не пишут, занимаются так называемым рерайтом. Там вообще в принципе говорится о соблюдении каких-то стандартов не приходится, это не журналистика вообще. И мне кажется, что единственный выход это ну как аудитория должна быть более образованная, образование аудитории, медиаграмотность, вот это вот все. И только таким образом аудитория сама выберет те сайты, которые на ее взгляд соответствуют стандартам и не будет посещать те сайты, которые на ее взгляд не соответствуют стандартам. Примерно так это, на мой взгляд, должно в идеальном мире решиться. В принципе, согласен. я вот отвечу на вопрос так, что на мой взгляд самая большая ценность, которая есть у каждого СМИ, это его репутация, это его уважение, это его авторитет. И саму СМИ, тут не нужно никаких общих правил, какие-то конституции вырабатывать и так далее. Каждая СМИ должна заботиться о своем реноме самостоятельно. Если это желтая пресса с какими-то слухами и непонятными новостями, это один разговор. Соответственно, у него будет какая-то маргинальная аудитория. Если респектабельные СМИ, оно само не позволит себе писать лишь бы что, это будут статьи проверенные, информация проверенная у проверенных источников и так далее. В общем, я уверен, что вот этот такой первоначальный период немножко такой большой разболтанности, он закончится, все соберутся, сгруппируются и не то чтобы аудитория, а СМИ наоборот, они сформируются и скучкуются и аудитория уже сама поймет, куда идти и что читать, кому доверять. Я, конечно, не такой оптимист, как Дмитрий. Я вижу, что все-таки СМИ идут за аудиторией и все-таки СМИ в большинстве своем пытаются соответствовать аудитории. И, к сожалению, наша аудитория лучше реагирует на непроверенную информацию, но очень эмоциональную, очень яркую, очень броскую, интригующую, ну и так далее, и так далее. И поэтому мы эту тенденцию преломить, мне кажется, не сможем. Единственное, что мы можем объяснять людям, что есть источники, которым можно верить, иногда можно и нужно сомневаться, иногда лучше перепроверить, если тебя там не просто там ты читал и какие-то вот ужасы на ночь тебя интересовали, это действительно что-то такое важное для твоей жизни. Вот действительно медиаграмотность это очень важно. Информацию, вы знаете, как вот водопроводная труба, ее не заткнешь тряпкой, если ее прорвало. Мы живем в период информационного бума, и этот информационный бум, он будет только нарастать. Пытаться ограничить хождение слухов, сплетен, мнений, даже необоснованных тем, что принимаются какие-то журналистские стандарты, это означает игнорировать огромный пласт, который будет существовать вне традиционной журналистики. Мне кажется, на пользу традиционной журналистики это не пойдет. Другое дело, это воспитывать аудиторию, чтобы она различала, что если Вася Пупкин написал в каком-то посте о том, что приземлились на его крыше инопланетяне, то не надо бежать в бомбобежище и спасаться или там с шампанским встречать этих инопланетян, что все-таки проверь где-нибудь не у Вася Пупкина действительно ли это случилось. То есть мне кажется, что традиционные медиа просто должны оставаться традиционными медиа, не пытаться быть похожими на социальные сети, на блогеров. Они должны подчеркивать различия, но ни в коем случае не игнорировать то, что существует как огромный информационный пласт параллельно с нами. И будет существовать, и будет нарастать, и будет развиваться, и в этом есть потребность людей, поэтому даже какие бы законы не принимались, все равно будут появляться и блогеры и Нехта, и Паук, и еще кто-то, и еще кто-то. И мы видим, как они набирают аудиторию, и это здорово. И я вас уверяю, что люди, которые смотрят блоги на Ютубе, миллионы просмотров у наших условных Влада бумаги, люди не ждут, что он им там откроет истину в последней инстанции. И может быть, даже это последнее, что ждут люди от таких блогеров. Я тоже считаю, что медиаграмотность это выход, что людям не хватает критического мышления. Другое дело, что кто этим должен заниматься, это уже вопрос дискуссионный. Должны ли это делать сами медиа, делать так, чтобы их аудитория росла, должно ли это делать государство, образование, школы, это можно обсуждать очень долго. Но я считаю, да, это выход. Что касается каких-то договоренностей, даже устных, но если получится у белорусских медиа так сделать, и у государственных, и не у государственных, то будет, конечно, здорово. Не знаю, насколько это реально, например, в Украине у них большая проблема была с джинсой в медиа, особенно в предвыборную кампанию. Много было заказух в пользу того или или политика. Значит, НГО, НГО, детектор медиа, который занимается мониторингом украинских ТВ, вместе с Институтом массовой информации, который занимается мониторингом онлайнов украинских, они создали кампанию против джинсы, и эту кампанию подписывали редакции украинских медиа. Наш ли это выход, ну, не в плане джинсы вообще, да, в плане каких-то правил рынка, правил игры, не знаю, но не знаю. Кстати, я дополню, и у них еще опыт такой, когда они создавали даже белый список медиа, которые работают по стандартам, и даже у них это работало таким образом, что рекламодатели даже обращали внимание на этот белый список медиа. не знаю, интересно ли было бы это белорусским рекламодателям и белорусским медиа такой вот опыт перенять, может быть, но это, наверное, вопрос будущего, но... Это сильные инструменты. Ну, я не знаю, на самом деле то, что происходит в соседних странах, как бы мы присматриваемся и видим, что даже на уровне, как Светлана говорила, если эта информация непроверенная, но редакция принимает на себя риск публиковать ее, потому что считает ее необходимой для своей аудитории, то тогда вверху где-то очень большими буквами делается пометка, что, внимание, эта информация непроверена так, как она должна быть проверена. То есть к ней нужно относиться с долей скепсиса. Возможно, это одно из самых, наверное, примитивных каких-то правил, но на самом деле, как мне кажется, что все-таки есть, наверное, смысл и в словах Федора, что не так много у нас на самом деле и образования у каких-то журналистов, и поэтому есть путь, конечно, и образовывать журналистов в этом, но это, наверное, редакционная задача. А что касается высказываний Дмитрия, на самом деле я, наверное, немного бы и не согласилась в чем-то, не во всех изданиях, вот прям все журналисты работают ровненько, потому что мы наблюдаем, как некоторые медиа имеют совершенно разных журналистов, и если ты видишь смену кого-то одного, прекрасные материалы, приходит, заступает кто-то другой на смену и все валится. И, ну, да, это вопрос и заинтересованности самих редакций в кадрах, и вопрос заинтересованности в том, чтобы аудитория была грамотной. Ну, вот, я предлагаю сейчас все-таки, наверное, поставить какую-то логическую точку с запятой и перейти к вопросам из зала. Пожалуйста, поднимайте руку, потому что мы будем задавать вопрос или реплики. У меня, наверное, реплика. у меня был довольно забавный инцидент, когда мы вместе с Сергеем Зикраски проводили тренинг в одном из региональных изданий, как работать с источниками информации, и мы разбирали игровую ситуацию. Ну, собственно, игровая ситуация, тогда во многих городах периодически возникали слухи, что дискотеки кого-то укололи чем-то, что содержит спид, и слухи такие были страшные, об этом много говорили. И мы эту игровую ситуацию разобрали. К нашему большому удивлению, через месяц примерно в этом издании вышел текст на эту тему, где была наша деловая игра, разобрана по косточкам, позвонили всем дежурным службам, разобрали это. Все сказали, что ничего инцидента не было. Издание сделало намек, ну, они, наверное, от нас что-то скрывают. Текст вышел. Такой довольно большой, это бумажная журналистика была, это текст фактически на разворот. Город, городские власти были очень недовольны, естественно, но я не могу понять, каким образом они вообще отважились это делать, потому что мы только что разобрали, что это вообще невозможная ситуация, это игра. Они это сделали. Но в ответ они получили письмо от аудитории, оказывается, в городе были похожие проблемы, но не такие. Люди, женщины, работающие в третью смену, сталкивались с тем, что на них нападали, вкалывали наркотик и насиловали. И об этом никто не писал, потому что никто не знал. В результате они получили об этом информацию, но это был способ получения информации, конечно, неправильный, но они вышли на настоящую информацию. Я к тому, что, в принципе, даже образование иногда дает странные результаты в наших условиях. Коллеги, тут еще был интересный момент с тем, как мы общаемся с новыми и новейшими медиа, с Фейсбуком, с Телеграм-каналами, и у нас есть проблема. В одном случае мы имеем документ, и мы тогда примерно представляем себе, как с ним можно жить, работать и прочее, прочее. А в другом случае мы имеем слитую информацию, и вот тогда, как Федор говорил, мы действительно не понимаем, кто и с какой целью ее слил, и тут возникает вопрос, как это может быть использовано против нас. Вот когда я работал в белорусском рынке, мы приняли для себя правило, сливы не печатаем в принципе. Просто если мы не можем проверить информацию, мы не можем с этим работать, потому что в этом случае нас точно когда-нибудь подставят. И вот сейчас похожая история на то, что, возможно, таким образом канал Некст действительно был использован для того, чтобы подставить эта гипотеза, но она очень правдоподобная. Спасибо. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы, реплики. Уважаемым коллегам вопрос такого плана будет. Но первый, можете ли вы назвать белый список белорусской государственной и негосударственной прессы? Ну, вопрос некорректный может. Тогда можете ответить на вторую часть. Не кажется ли вам, что последнее время, особенно так два-три года, так называемая желтизна из негосударственной прессы активно перешла государственной? И поэтому порой уже то, что раньше всем доверяли, открывали на ОСБ, оно же не напишет, оно напишет только правду, а грязь будет написана в негосударственной сли. не изменилась ли тенденция? С вашей точки зрения. Спасибо, я передаю микрофон. Мы после известных событий годичной давности для себя приняли решение абсолютно отказаться от цитирования Советской Беларуси и Белты. Вот, поэтому ссылаемся на официальные органы, официальные сайты министерств, ведомств, ну, главным образом, конечно, правительство, президент и так далее. И, что касается телеканалов, там отсматриваются все выпуски всех телеканалов трех для того, чтобы где первым прозвучат какие-то важные цитаты, синхроны чиновников, которые, допустим, сейчас на совещании у президента были, что-то вышли, говорят, это еще нету, вернее, это есть уже на Белта, но мы Белта не используем, это еще нет на президента Гавбаи, но есть уже на телеке, поэтому в этом случае там заявил Румас в эфире телеканала там такого-то после совещания с Лукашенко. А что касается желтизны, ну, это вообще, не знаю там, как правильно толковать, как это слово, но тем не менее, общий такой вот посыл на некую небрежность, на более легкий жанр подачи, на более массовую, такую, не слишком притязательную аудиторию, он характерен для вообще всего нынешнего времени, тут гос и не гос, и все, в общем, эту тему все подхватили. Всего лишь подтверждаю, что говорят мои коллеги, что говорила Светлана, даже государственные СМИ идут за аудиторией и вынуждены опускаться ниже плинтуса. Ну, я бы сказала, что когда они стали меньше писать о политике, то они стали лучше, потому что раньше они писали абсолютную неправду, ложь, и когда они пишут там, как садить капусту на огороде, это, наверное, ближе к истине, хотя я не огородник. Вот. А да, это во всем мире такая ситуация СМИ, которые вынуждены зарабатывать на себя сами, они вот, как правило, не такие выдержанные, респектабельные, корректные, а наоборот. И здесь вопрос, относимся ли мы к каждому плоду журналистского творчества, даже не как истине в последней инстанции, и стоит ли относиться, а хотя бы как статье в энциклопедии. На мой взгляд, это совершенно неправильно, требовать даже это от журналистов. Это невозможно. И вот если Дмитрий рассказывал про работу Белопана, как они снимают цитаты с телевидения, и по идее дальше по стандарту каждой цитате они должны еще кому-то звонить, уточнять, сказал ли, правильно ли сказал товарищ Румас, не соврал ли он, и нет ли там, или там еще. Хорошо, если это Румас, понятно, кому звонить. Да. То есть все-таки мне кажется, что вот в теории как бы все правильно, но на практике это совершенно не так. И самое главное, чтобы журналист был честен сам перед собой, понимая, что он не знает всю информацию и не может знать. И может оказаться, что вот он стоял, даже когда видел в этом месте, видел своими глазами, что там было все тихо и спокойно, или наоборот, было буча, а то в другом могло быть совершенно по-другому. И если это не информационное агентство, то мне кажется, журналист и не должен себя вести как истинно в последней инстанции. Он всегда должен, если он в чем-то не уверен, или если ему рассказал один человек, то не надо обобщать, что вот в городе говорят. Нет, вот мой таксист Вася Пупкин пока меня довез до отеля, сказал мне вот это. Но потом вот или я не нашел подтверждение, или не увидел. Мы часто используем обобщение как такой вот универсальный прием. Мне кажется, это некорректно. И вот если бы я говорила о стандартах, я бы скорее говорила о таких стандартах корректности, понимая, что мы не можем в каждую новостную заметку просто даже впилить три источника. Даже вот просто их туда вставить мы не можем. И времени у нас часто не будет звонить. Но мне кажется, вот эти стандарты корректности, как, когда, в каких случаях, надо подчеркивать, что информация неофициальная, не до конца проверенная или наоборот официальная и значит может быть тенденциозной. В каких ситуациях, когда вот такие конфликты, как между Россией и Украиной, надо подчеркивать, что это все-таки российский источник или украинский, а когда не надо это подчеркивать. Вот я бы говорила все-таки о таких вот каких-то алгоритмах корректности подачи информации. Потому что стандарта общего не может быть для всех абсолютно СМИ, потому что все СМИ разные, подачи разные, цель разная, задачи разные. Мы вынуждены, если это коммерческое СМИ, идти за аудиторией, потому что ну вот она такая, как говорил когда-то министр внутренних дел, других милиционеров у меня для вас нет. Вот она такая. Может быть ставить вопрос действительно о создании общественного телевидения, которому не надо будет гнаться за деньгами, за рекламой, за еще чем-то, и где можно не знаю, часами обсуждать, рассказывать на известных принципах построения этого телевидения, что может быть действительно это Беларуси надо. Вот только так. И главное это все-таки чтобы каждый человек понимал, что ну вот даже своей жене лучше доверять все-таки не на 100%, а немножко меньше. Спасибо за такой совет. Но что касается наверное белого списка, наверное Алексей прокомментирует. Да, но я не совсем про белый список буду говорить. Обойдусь без оценок. Вот просто скажу извините за минутку саморекламу, но мне кажется, что это к месту тут. Действительно мы значит на экране вы видите отчет за август медиамониторинга медиа-и-кью и вот в той самой погоне за кликами, да, в том числе, но не только из-за этого, время от времени мы видим, что не время от времени, а с каждым месяцем мы видим, что тенденция заметок то есть заметок с признаками пропаганды манипуляции становится все больше и больше. Мы можем только догадываться о мотивах манипуляции пропаганды, о мотивах манипуляции, но как бы манипуляции бывают осознанны и неосознанны, да, и вот как раз таки неосознанная манипуляция частенько случается тогда, когда какой-то яркий заголовок, который не соответствует потом содержанию текста, но заголовок кликабельный, да, выстреливающий. Таких случаев есть и в том числе и случаев манипуляции. Так вот, возвращаясь к рейтингу за август, из 19 медиа, которые монитоят в рамках проекта MediaIQ, только в 4 не было в августе выявлено признаков пропаганды и манипуляции. В 15 было, но даже из этих 15 вы можете видеть, что первое среди сколько там, в общем, 6 позиций, из них 5 занимают государственные медиа. Причем, если вы посмотрите на количество и на долю, то есть, например, у СТВ это сколько там, 30... 35, по-моему, процентов. 35 или 36 процентов от всех материалов, которые вошли в мониторинг, а в мониторинг входили общественно-политическая тематика, в 36 процентах были признаки манипуляции и пропаганды. Ну, я не знаю, насколько как бы корректно говорить про белый список медиа. На самом деле, для того, чтобы его делать, необходимо, наверное, немного другие критерии вырабатывать и сравнивать, как верно, наверное, замечают и коллеги, сравнивать телевидение с телевидением, информагентство с информагентствами, онлайн и с онлайнами. И, вероятно, этот белый список, он бы мотивировал наши медиа соблюдать стандарты. Да, но что касается стандарта достоверности, Светлана верно сказала, что цели и задачи у всех разные отчасти, но все-таки, как мне кажется, цель и задача это все-таки информировать аудиторию и давать ту информацию, которая соответствует действительности. Спасибо большое, что сегодня пришли, что высказались. Мы подготовим конспект этого медиатока, видео также появится немного позже на нашем сайте. И мы предлагаем обсуждать в соцсетях и предлагать ваши варианты, что действительно необходимо медиа принять к сведению, потому что обсуждение это всегда очень важно.